Дорога к знаниям может обернуться трагедией. 49-я школа новая. А проблемы, как и везде. Машины буксуют, постоянные пробки и так каждый день. А ведь учатся здесь больше тысячи ребят, и родители за них боятся. Всё дело в нечищенных от снега подъездных путях. Вместо тротуара детям приходится идти по дороге. Аварии здесь стали уже обычным делом, рассказывает одна из родительниц. Мама школьницы опасается за безопасность своей дочери. Вы сами видите, у нас здесь холмистая местность. Действительно, здесь очень опасно. Дети ходят, падают. Машины могут действительно наехать, поранить. Ну, тут здесь каждый день аварии. Каждый божий день, и не по одной. Пожалуйста, просим нас услышать. На дороге в школу не только неубранный снег, но и стихийная автопарковка. Одна из местных жительниц поделилась с нами видео, на котором под запрещающим знаком автолюбители паркуют свои машины. Вот знак. Остановка запрещена. Вот машины, которые просто тупо стоят всю ночь. Проехать к школе невозможно. Просто невозможно из-за скопления машин. Жители пытались решить эту проблему, но обращение к власть имущим так им и не помогли. Детей в школу родители привозят. Тоже стараются как-то что-то здесь оставят в машину, где ребенка отводят. Начинается коллапс. И так практически каждый день. Ну, немножко разгрузка еще в каникулы. Хотелось бы, конечно, обратиться к администрации и к организации, ответственной за эту дорогу, чтобы как-то немножко к людям с уважением относились. У меня есть дочь. Она ходит в школу. Естественно, мы все переживаем за то, что здесь происходит. Неоднократно я звонила в Центр управления городскими дорогами, оставляла заявку. Но, видите, как результата никакого нет. Все безрезультатно. Так готовы ли власти привести подъезд к 49-й школе в нормальное состояние? Этот вопрос мы адресовали в администрацию города. Там дали понять, в ближайшие дни дорога будет очищена. Скорее всего, только от снега. Что делать с автомобилями, власть имущие, похоже, не знают. Оперативно и качественно убирать в этом месте снег, к сожалению, мешает припаркованные вдоль дороги автомобили, которые стоят при этом под запрещающий знак. Центр управления городскими дорогами планирует вернуться к этому вопросу. Вот в период завтра, ну, крайний срок послезавтра. Приходится звонить дорожным полицейским. Они также в курсе проблемного участка дороги. И уверяют, что в ближайшие дни ряд автолюбителей могут обнаружить свои автомобили на штрафстоянке. Когда требуется уборка каких-то машин, припаркованных в нарушении требований правил дорожного движения, администрация, как правило, обращается к нам в наш адрес. И мы либо устанавливаем владельц, либо данное транспортное средство подвергается принудительной эвакуации и так далее. 49-я школа когда-то была гордостью города Владимира. Открыть ее для предыдущего губернатора Орловой было делом чести. Почему после перерезания ленточек до детей, идущих в эту школу, уже никому нет дела, остается только удивляться. Алексей Домнин, Артем Михалюта, 6 канал.